Купили фасадные панели, но товара так и не дождались. Сразу несколько человек обратились к нам в редакцию. За последние два года они стали жертвами недобросовестного продавца. Причем покупатели обращались в разные фирмы, но обман оказался делом семейным. Владельцы организаций муж и жена. Сейчас жители региона не могут вернуть свои деньги даже после выигранного суда. В непростой истории разбиралась Екатерина Кальченко. В руках у Оксаны список пострадавших, которых ей удалось найти. Цифры – это деньги, которые им теперь должен недобросовестный продавец. В прошлом и позапрошлом году эти люди купили фасадные панели фирме. Кому-то товар привезли не в полном объеме, а кто-то и вовсе его не получил. Мне вообще 100% ничего не отдали. С договора я подписывал самой Александровой. Она присутствовала при договоре полностью. Я оплачивал на терминале ей 100% – 306 тысяч. Александр купил товар у индивидуального предпринимателя Елены Александровой. Но попал на удочку целой семье. Оказалось, что вместе с мужем женщина открыла сразу несколько фирм. В одной хозяйкой была она, в других – супруг Андрей. Оказывается, до этого он действовал от лица супруги своей Александровой. У нее было ИП, на котором уже около 10 миллионов. Он объяснял сначала, что его якобы оборовали. То у него бригады пьющие. Мы тянули, тянули, как бы входили в его положение. Потом, когда через какое-то время пришли к ним в офис, и уже там ИП Александрова переименовалась в фасадной системы. Потом постепенно они стали Ростинвестом. Сейчас на месте той фирмы ни вывески, ни самих хозяев. Тот самый ангар, где продавали панели, сейчас закрыт. И, судя по всему, сейчас здесь нет никого. Но обманутые покупатели уже и не ищут своих обидчиков. Большинство пострадавших подали в суд на семейство и даже выиграли его. Только вот своих кровных вернуть так и не могут. В отношении указанного должника на исполнение имеются исполнительные производства взыскания за должности в пользу физических лиц. Сейчас у должника нет имущества, нет денег, денежных средств, вернее, на которые мы можем определить взыскание. Соответственно, мы не можем ничего с нее взыскать. Такая ситуация и с супругом Андреем Александровым. По данным приставов, денег у него нет, имущество тоже. Поговорить с ним нам удалось лишь по телефону. А сколько у вас, получается, таких людей, кому вы должны деньги? Какая разница? А как так получилось, что просто кому-то даже товар не предоставили? В итоге без денег, без товара остались. Это все было дано в объяснении полиции, в суде. Придавать огласки такие истории важно, по мнению юриста. Писать коллективные заявления в полицию. Чем больше людей, тем лучше. Придавать максимальную огласку. Это работа следственных органов. То есть следствие должно разобраться в том, почему происходит именно так. Действительно ли это ошибки в работе, в предпринимательской деятельности, или он намеренно маскирует ошибки предпринимательской деятельности под свои мошеннические действия. Сейчас пострадавшие намерены найти всех обманутых покупателей и надеются, что полиция заведет уголовное дело на горе предпринимателей. Екатерина Кальченко, Дмитрий Бурматов. Тюменская служба новостей.